Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективная и достоверная в программе «В центре внимания». Представляем вашему вниманию программу IWPR, радиоинститута по освещению войны и мира. Здравствуйте, у микрофона Мири Мацаналы. Кыргызстан в этом году улучшил свои позиции в индексе свободной прессы Международной организации «Репортеры без границ», поднявшись с 88-го места, которое страна занимала в 2015 году на 85-е – в 2016. Показатели неплохие, если учесть, что соседи по региону отстают практически вдвое. Таджикистан оказался на 150-м месте, Казахстан занимает 160-ю позицию, Узбекистан – 166-ю, Туркменистан – на 178-й. Кыргызстанские журналисты более-менее изучили свои права. Однако твердое убеждение, что по части доступа к информации практически любые средства хороши, но не задумываются об ограничениях, которые установлены законом. Житель Бишкека Кельгенбек шутит, что теперь он телезвезда. Не так давно телевизионная передача ТВ «Кайгул» местного телеканала НТС показала сюжет с его участием. Суть сюжета – Кельгенбека остановили сотрудники патрульной милиции, водительских прав при нём не оказалось. Забыл в другой машине. Пока разбирался с милицией, из машины патрульной службы выбежал молодой человек с видеокамерой. Парень вышел из машины в гражданской одежде и начал тычить мне камеру в глаза. Темно, он светит и прямо в глаза. Я говорю, вы являетесь работником при ГАИ на службе? Нет, 3 часа ночи. Нет. А кем ты? Ты являешься корреспондентом НТС? Нет. А тогда кем, какую официальную должность занимаете, что вы меня без моего разрешения снимаете? Он говорит, я гражданский активист. И он провоцирует меня. Когда я сказал, что преступника нашли, он мне вот так в камеру подбежал и говорит, да, вы преступники! Вот так кричит. То есть он меня провоцировал так, что мне хотелось его ударить. Он меня назвал преступником. Я говорю, слушай, преступником можешь назвать только человека суд. Даже этот, говорю, представитель форуми меня не может назвать преступником. Рассказывает Кельгенбек. Гражданский активист, снимавший все действия на камеру, ретировался, как только приехал сын Кельгенбека. Юрист, к слову, и сам начал снимать оператора на сотовый телефон. В результате штраф Кельгенбек оплатил. Машину на штрафстоянку не забрали. Но тут ему предложили понести дополнительные расходы. Один из офицеров пришел и говорит, байке, где работаете? Ну, видит, что я там на хорошей дорогой машине. Он думает, наверное, я где-то в белом доме работаю или там в правительстве работаю или еще где-то. Но это не значит же, что этим человеком можно шантажировать. Он подошел и предложил мне сделку. Дайте ему там на чай, он вас на телевидении не покажет. Я говорю, знаете что, я говорю, не совершал ничего противозаконного. Они показали свою истинную суть. То есть, это активист, он работает в бригаде с ними. И они ловят там, у которого можно там деньгу побольше сбить. Но если на джипе едет, значит, с него надо побольше срубить. А вдруг он еще где-то работает, он, естественно, там начнет с ними договариваться. В итоге он стал героем популярной программы ТВ Кайгул. В редакции программы подтвердили, что действительно видео выслал гражданский активист. И имени народного репортера не запомнили. Автор, редактор, оператор, журналист и даже водитель программы в одном лице Азиат Джихшеев отмечает, что шантаж не его метод. Кроме меня, никто не имеет права снимать мою программу. Если со мной был такой случай, а я знаю, какие случаи со мной бывали, то есть я могу за себя ответить, да, то, что не было у меня такого, и никакого шантажа мы никогда не применяли. Но, да, я слышу иногда, даже часто, то, что бывают такие случаи, когда сотрудники милиции пугают своих водителей. Но это мне объясняли как? Они просто используют, да, как инструмент наше телевидение, чтобы они подчинились. То есть не обуянили, а подчинились приказам, да. По тому случаю, да, когда предлагали деньги, чтобы, ну, грубо говоря, заткнуть оператора, да, якобы какого-то гражданского активиста, вы говорите, на видео, которое он мне предоставил, такой информации не было. И информации о том, что вообще был такой случай, тоже не было у меня. Я вот только от вас слышу. Ну, с этим я, наверное, буду разбираться еще. Говорит он. Как правило, тем, кто попался на шантаж, таких гражданских активистов мало волнует. Является ли человек, вымогавший деньги сотрудникам редакции или нет. Тень в любом случае падает на репутацию журналистов. Азиат Джекшеев говорит. Придется, видимо, отказаться от видео, которое присылают зрители. Хотя в каждой программе сами и просят делиться видеодоказательствами правонарушений. Так обычно завершается программа. Такие методы вымогательства позволяет сама концепция программы. Изначально цель проекта была воспитательная, говорит автор. Лица не закрываются мозаикой и указываются данные героев программы принципиально, что, к слову, является угрозой безопасности тех, кто попал в объектив камеры. Нередко в программе показывают нетрезвых девушек, дебоширивших в милицейском участке. Возникает резонный вопрос. А вдруг они завтра станут жертвами агрессивно настроенных сил, которые готовы нападать на каждого, кто отступился. И даже на тех, кто не попадает под их шаблоны нормальности. Речь о патриотических движениях, чьими жертвами, как правило, становятся те, кто не может дать отпор. Женщины, например. Мне эти же самые люди даже пишут иногда, особенно после таких экиров. Типа, правильно что показываешь, там, что такое, да. Они, конечно, не заявляли о том, что они будут там их искать, что-то против них предпринимать. Но на всякий случай мы всегда им говорим, что они получили свое наказание за свое правонарушение, да. И не стоит об этом уже больше раздувать тему. С Москвы также звонили те же патриоты, да. Опять же разговор не смогли записать. Ну, стараемся всегда предупредить, что закон для всех един. Также, если они будут нарушать какие-то законы, эти движения в виде патриота, мы будем стараться также их показывать. Рассказывает азиат. К слову о нарушении закона. Нередко большинство представителей средств массовой информации не обращают внимания на права граждан, на защиту своих нематериальных благ. К ним относятся имя, честь и достоинство, и право на собственное изображение. То есть, никто не имеет права распространять ваше изображение без вашего согласия. За исключением некоторых случаев розыска милиции, если было получено вознаграждение за съемку, и если съемка проведена в общественном месте. Особые нормы касаются несовершеннолетних. Их изображение полностью запрещено законом. Несовершеннолетний за рулем имеет права. Паспорт 17 лет. И очень несовершеннолетний варочинный. Да. Чихар, чих, бяк, чих, бяк, чих, бяк, чих, нервы. Это отрывок из очередного выпуска ТВ Кайгул. Сюжет о милицейском рейде в поисках несовершеннолетних, находящихся в общественных местах после 10 вечера. В программе показывали паспорта задержанных несовершеннолетних. Их лица называли имена. Редактор программы Азиат Джекшеев уверен, что ничего незаконного они не делали. Мы стараемся всегда соблюдать закон. Но бывают такие ситуации, когда это нужно показать, чтобы в следующем это не повторялось. То есть, понимаете, у нас любительское. Мы не профессионалы, можно сказать, в плане операторов. Как я уже говорил, я сам снимаю. Это у нас любительское видео, получается, которое сопровождают сотрудники милиции. Такое видео может снять любой. Это было в общественном месте. Это был то ли ночной клуб, то ли кафе. Там любой мог снять это на свой сотовый телефон и также опубликовать. То есть, за это никто никогда никого не наказывал. Однако юрист Института медиаполиса Алтна Исаева уверена в обратном. Здесь, конечно, журналисты, они нарушили законодательство о средствах массовой информации. Журналисты, когда участвуют в ряде, они действительно имеют право фиксировать все, что происходит. Но что касается несовершеннолетних, даже если они находились в публичном месте, даже если законом запрещено, то что после 22.00 ограничивается свободное передвижение несовершеннолетних, даже в этом случае журналисты не имели права снимать, вести съемку несовершеннолетних. При этом они не имели права оглашать какие-то персональные данные этих несовершеннолетних. Я смотрела этот сюжет, и там они, в частности, журналисты озвучивают место, где учатся несовершеннолетние. В отдельных случаях они говорят фамилию, имя. То есть журналисты должны понимать, что когда они освещают именно ситуацию касательно с несовершеннолетними, они должны быть очень осторожными, предельно осторожными. И оглашать какие-то персональные данные, чтобы можно было идентифицировать этого несовершеннолетнего, это вообще недопустимо законом. Даже если это правонарушитель, даже если несовершеннолетний был, скажем так, пойман на месте совершения правонарушения, это не дает право журналистам снимать и потом это транслировать на телевидении без согласия законных представителей. Рассказала она. Родители или официальные представители несовершеннолетнего могут подать в суд на СМИ. Однако среди дел, которые ведут юристы Института Медиаполиса, подобного прецедента пока не было. Как правило, своим правом на защиту изображение пользуются более публичные личности. Газета печатает статью о коррупции и просто через интернет вбивает фамилию и ищет изображение человека. И там, ну, в интернете совпадение, они находят фотографию, при этом они не проверяют, действительно ли о нем идет речь и публикуют статью. Статья была о коррупции в Совете по отбору судей. В итоге газете присудили уплату моральной компенсации в размере 100 тысяч сумов. Потому что в газете, в статье речь шла вообще о другом человеке, опубликовали фотографию лица члена Совета по отбору судей, потому что они были однофамильцами. Этот случай, говорит Алтуна Исаева, яркий пример непрофессионализма. Впрочем, незнание закона тоже непрофессионально. Ведущие мировые СМИ, например, не только к публикациям изображений несовершеннолетних относятся серьезно. К любым материалам, связанным детской темой. Журналист Назгуль Кунгурбаева несколько лет работала в кыргызской службе радио Би-Би-Си. Пришла она в редакцию уже опытным журналистом. В начале работы в Би-Би-Си Назгуль готовила материал о детях, просящих милостню на улицах Бишкека. И я снимала маленького мальчика, 10-летнего, и он рассказывал, каким образом он зарабатывает денег и почему он это делает. Я и на диктофон записывала, и для сайта, на маленькую камеру снимала для сайта. Он все рассказал, интересная история получилась, и я сделала материал, отправила в Лондон, и оттуда я получаю ответ. А у вас есть разрешение родителей или опекунов этого мальчика, чтобы вы могли интервьюировать его и снимать его лицо? Я говорю, нет, он сидел один, поэтому у меня нет разрешения. Они сказали, в таком случае мы не можем пустить в эфир ни радиоматериал, ни сюжет, онлайн сюжет. Рассказала она. На самом деле, говорит Назгуль, соблюдать нормы, будь то законно или этические правила работы журналистов, несложно. Например, когда касается упоминаний коммерческих компаний, все журналисты прекрасно помнят о законе о рекламе. Хорошо бы, если помнили и о других обязанностях, что налагается законом. Материал специальный для IWPR подготовила Айсулу Тикимбаева. Уважаемые радиослушатели, теперь свои истории, комментарии и отзывы вы можете оставлять на наш номер в WhatsApp 0550-31397. На этом наш выпуск завершается. Журналисты программы IWPR, Радиоинститута по освещению войны и мира следят за развитием актуальных событий. Все материалы и репортажи вы можете читать и слушать на сайтах iwpr.net и kabar.asia. Оставайтесь с нами. Мирим Асаналы. Услышимся. Субтитры сделал DimaTorzok